здравствуйте дорогие друзья сегодня я хочу рассказать вам о дизельной подводной лодке варшавянка получивший в нато прозвище черная дыра за всю историю существования человека на земле прошли тысячи войн с применением летального оружия которое совершенствовалось с каждым днем причем это касается не только наземного но и воздушного а также подводного оружия а последнего будет рассказано в данной работе здесь будет собрана самая важная и интересная информация подлодках проекта 636 и 877 палтус или более распространенная варшавянка немного истории в январе 1954 года произошло знаменательное событие в области военных разработок в соединенных штатах спустили на воду первую в мире атомного подлодку на утилус этот факт расширил границы возможностей субмарин того времени увеличив не только автономность но и глубину погружения не говоря уже о вооружении с этим связана задумка советского союза создать такую субмарину которая превосходила бы все вражеские суда данного типа 60-х годах прошлого века в стране стали всерьез думать о защите от таких угроз так было положено начало подлодок проекта 600 36 и 877 варшавянка модификации которых стоят на вооружении у современной россии перед конструкторами стояла задача оснастить подводную лодку тихим двигателем продвинутую технику обнаружения цели и мощным вооружением инженеры усердно работали над этими проектами в течение семи лет начиная с 1972 года когда чертежи были готовы и уже в 1982 году первая площадь проекта 877 была спущена на воду ими планировалось оснастить все страны участвовавшие в варшавском договоре откуда и второе название идеально обтекаемая форма данной дизель электрической подводной лодки варшавянка была спроектирована по результатам многочисленных тестов эксперименты с формой длились до появления подлодки такого же типа в соединенных штатах названный альбакор китообразный корпус который был повторен в советской субмарине такая форма позволяет уменьшить гидросопротивление и плыть быстрее кроме того корпус такого вида дополнительно снижают шумность так как трение минимально в дополнение к этому всему это подводная лодка минимально отражает их а локационные сигналы благодаря особому покрытию как известно конструкция лодки двухсоставная в основе которой лежит легкий прочный корпус пространство между ними заполнено цистернами главного балласта на самом корпусе есть массивная рубка легкого типа для защиты выдвижных устройств антенн находится она прямо над вторым отсеком лодке на носу лодки который разделен на две палубы расположены шахты торпедных аппаратов сверху и гидролокационная антенна снизу она служит для обнаружения целей двигаясь к корме можно насчитать 6 отсеков после носовой части идут первые три отсека на три палубы в первом находится торпедные аппараты на верхней палубе средний размещается часть экипажа ведь одна из жилых палуб именно там самом низу стоят аккумуляторы второй отсек можно расценивать как командный пункт на его трех уровнях обустроены центральный пост штурманская и радиорубка соответственно третий отсек с двумя жилыми палубами и помещением для аккумуляторов является последним трех палубным отсеком дизельная подводная лодка проекта варшавянка оснащена двумя типами двигателей расположенных в трех последних отсеках так в четвертом отсеке расположен дизельный мотор в соседнем отделении установлен электрический агрегат а в самом конце расположились силовые установки такого же типа но меньшие по мощности их главная задача обеспечение экономного хода технические характеристики варшавянки начнем с габаритов и продолжим маневренностью при ширине около 10 метров длина подводной лодки варшавянка насчитывает 73 целых и четыре десятых метра при таких размерах надводное водоизмещение составляет более двух тысяч трехсот тонн с осадкой примерно 6 метров все вышеперечисленное увеличивается при погружении подводной лодки в воду так водоизмещению прибавляется еще около 1600 тонн а к скорости еще три узла максимальная глубина погружения 300 метров но оптимальной считается 240 метров под водой варшавянка чуть быстрее хорошую маневренность обеспечивает гибридный мотор состоящий из пары дизель-генераторов по 1500 лошадиных сил каждый и электромотора мощность в 5500 лошадиных сил для улучшения маневренности используются дополнительные электродвигатели помимо всего этого на борту есть специальный электрический агрегат 190 лошадиных сил предназначенный для экономичного хода все вышеперечисленное актуально для модели 877 проекта и его модификации а для 636 справедливы эти же цифры но с небольшими улучшениями например чуть более высокая скорость под водой примерно на три узла строго говоря именно эти субмарины считаются наиболее эффективными и используются в мф рф кроме подводной лодки основной серии российский флот располагает ее различными модификациями работа этой техники невозможно без экипажа который насчитывает 52 человека при таком составе на борту лодка может автономно функционировать на протяжении 45 дней максимальная дальность плавания 400 миль однако будучи оснащенной технологией рдп лодка типа варшавянка может увеличить этот показатель до 6000 миль рдп позволяет пополнять запасы жиженного воздуха для экипажа не поднимаясь на поверхность также эта система участвует в вентиляции моторного отсека дизель генераторов выводя выхлопы по выдвижным трубам по таким же трубам и поступает воздух как упоминалось выше данная дизель электрическая подводная лодка проектировалась так чтобы иметь перевес в дуэли для этого ее оснастили шестью торпедными аппаратами запускающие 533 миллиметровые торпедоракеты в боезапасе имеется 18 торпед шестью уже заряженными в торпедные аппараты еще можно взять на борт подводные мины в количестве 24 штуки создатели учли и средства противовоздушной обороны поэтому на ней есть выдвижной pzrk стрела 3 с 8 ракетами и 4 противокорабельные ракеты калибр все это делает подводные лодки проекта 877 и 636 особо опасными в бою зная описание характеристик варшавянки можно ее сравнить с теми же атомными подлодками дизель электрические двигатели это не случайный выбор так как эти агрегаты имеют ряд достоинств превосходящих атомные подводные лодки а именно тихий ход нет столь сильной нужды в охлаждении легки в обслуживании скрытность это все для подлодки поэтому очень важно ее сохранять на должном уровне однако такая задача почти невыполнима при шуме от работы атомного реактора на атомной подводной лодки не говоря уже о высокой скорости распространения звуковых волн в воде так что дизель электрические подводные лодки с их мало шумными силовыми установками смотрится предпочтительней атомные реакции происходящие в реакторе атомной подводной лодки сопровождаются сильными выбросами тепла при малоэффективном или недостаточном охлаждении он может повредиться что таит угрозу не только для экипажа но и для окружающей среды поэтому для таких подводных лодок жизненно важно сохранять рекомендованный температурный режим силовой установки для этого используется вода которая создает характерный звуковой фон чего нельзя сказать о его конкурентах ведь им достаточно хорошей вентиляции и радиаторов для работы для технического обслуживания атомного реактора нужны познания в ядерной физике и многом другом это и осложняет допустим ремонт не критических повреждений дизельные двигатели внутреннего сгорания устроены гораздо легче поэтому обслуживать их не составляет большого труда основным недостатком дизель электрических подводных лодок является плохие по сравнению с атомоходами условия проживания экипажа речь идет не об удобстве расположения или питания людей на борту а развлечениях которые отвлекают их от психологического давления долгого плавания такой результат стал последствием уменьшения размеров для меньшей заметности основную долю производимых лодок данного типа использует россия что логично в черноморском флоте в строю находится 6 варшавянок последней модификации 636 проекта а тихоокеанский флот готовится получить столько же среди иностранных покупателей следует отметить китай закупивший десяток подводных лодок проектов 636 и 636 м а еще вьетнамский флот использует 6 единиц из африканских стран особый интерес к субмаринам этой модели проявляет алжир имеющий 2 636 м и подписавший соглашение на закупку пары лодок данного проекта интересно что вал семилопастного винта на хвосте вращается через деревянные втулки в их изготовлении использовалась древесина бокаута которая выделяла смолу по консистенции действию похожий на смазку такое решение позволяет пользоваться одними и теми же запчастями около 20 лет в нато подлодки варшавянка получили прозвище черная дыра из-за своих тактико-технических характеристик позволяющих и шумно подкрадываться к цели и поражать ее наверняка уважаемые зрители если вам понравилось видео не забудьте поставить пальчик вверх а также поддержать канал подпиской в будущем вас ждет много интересного